так сейчас мы будем устанавливать сначала выпускной коллектор так как у нас он ниже находится вот они прокладки это сразу и впуск и выпуск 1 2 часть их распакую наживлю а потом сверху впускной коллектор этот провод это газовое оборудование должен идти сверху впускного коллектора обязательно перед установкой вот эту часть которая будет примыкать головки четыре отверстия надо будет шлифануть наждачкой просто чищу я продолжаю чистить примыкание выпускного коллектора головки блока цилиндров замучился опять руками скрести вот примерно вот так получается это еще не почистил все пойдет очистил вот в этих местах скорее всего подсекала видите здесь вот более менее было четко прижато уж как есть высверливаю сломанную шпильку которую я когда разбирал вы могли увидеть первых сериях как первых трех как я снимал головку блока цилиндров у меня вот эта шпилька на которой держится вот одна вернее не шпилька болт вот один вот второй был на которых держится топливная рампа которая ну то есть из нее выходит сюда форсунки пытаюсь высверливать вот пожалуйста сверло сломалась видимо там на выходе уже было из высверлимой детали попробуем вытрясти ну вот он кусочек выпал вытащил пока еще там не высверлен до конца попробую выковыривать а вот отсюда у ее мои вот отсюда попробую выковыривать здесь у меня при отворачивании впускного выпускного коллектора не хватило как бы двух шпилек ну поэтому я ставлю новые шпильки вот они перед тем как установить впускной выпускной коллектор я недостающие шпильки поставил на место вот и оставшиеся шпильки вот такой импровизированный плашку плашка держатель лерка держатель кому как нравится прохожу резьбу потому что когда я буду здесь крутить очень неудобные места если у меня будет гайка застревать из-за того что грязь на шпильки знаете это как раздражает даже не передать поэтому я сделаю вот так вот все восемь шпилек один два три четыре пять шесть семь восемь здесь вот у нас есть еще два канала тут по ним тосол идет вот не для этого коллектора они то есть просто они прокладка перекрывается меня на всякий случай могу здесь вот так вот сейчас опять предвижу кучу критики герметик попадет в систему охлаждения герметик не даст плотно прижаться не попадет он систему если он хорошо высохнет никуда он не попадет если попадет там такой мизер вот прижаться он тоже даст потому что давление будет достаточно серьезная прокладка сейчас все увидите ну что вот она шпилька я уже показывал я ее высверлил 10 чистое что я попытаюсь туда залезть и так электродом и наварить столбик в крупную росла расплавится алюминий не хотелось бы посмотрим прежде чем установить впускной коллектор впускной выпускной в них имеется прокладка состоящая из двух половинок она прокладка одна на двоих то есть одна прокладка на выпускной коллектора видите здесь металлическая это скорее всего у нас откуда полетят газы раскаленные ну да так как вторую берем полиэтилента крепкий буду на вторая прокладка аккуратненько это же устанавливаем линии прокладка одна одна из двух половинок состоит теперь вот уже устанавливаем выпускной коллектор выпускной коллектор стоит ну вот теперь впускной вот они оба коллектора на месте теперь надо наживить пробуем наживлять шайбочку устанавливаем и гайку шпильки здесь на 8 гайка подключена 13 возможно какие-то из гаек придется открутить сейчас уже не помню там где-то стоит растяжка чтобы держи поддерживать коллектор где-то стоит крюк для снятия двигателя ну короче говоря видите так теперь 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 ставим кронштейн на место который поддерживает вторую половину впускного коллектора а так раз на место форсунки пока не ставим заметили потому что мне будет неудобно вот такие вот гайки крутить вот эти гайки шайбочек не нужно потому что сам кронштейн как бы является шайбой сразу затягиваю эти гаечки моментом примерно 25 ньютон теперь теперь обязательно вот видите сорвался сорвавшая сорвал сорванный болт которым крепится топливная рампа я его немножко рассверлил то есть высверливал шпиль сломанную не сорванный сломанный болт оттуда высадил и нарезал резьбу на 8 миллиметров ну что будем таким держать так теперь нужно снизу поставить кронштейны которые держат перед установкой кронштейнов вот я один показал это у меня правый кронштейн здесь болтик а здесь будет еще левый мне нужно вот те вон гаечки затянуть вместе с шайбами потому что и гаечки ну то есть на шпильку одеть неудобно сверху сверху вот отсюда вот отсюда придется ну куда деваться делать надо смотрите вот эти вот два болта я вот так вот одеть рукой не могу даже даже одеть вот так вот если одевать пинцетом то тоже не оденешь надо брать именно 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 покажу как так вот так вот так вот она теперь надо умудриться шая гайку туда ну гайку должно быть полегче вставлю ее вот в эту головку короче целиться буду он видите как попал головку удлинители и это все рукой и рукой она не идет потому что не идет попытаюсь при помощи ворот . трещотки маленькой почему-то не заходит вот наконец-то докрутил теперь затягиваю опа вот такой ключ и вторую гайку надо самые такие неудобные гайки на коллекторе вот она она гайка вот она и пытаюсь ее так вот раз вот отсюда видно наверно наживить не очень-то наживляется гайка на месте наживляться не хочет ну все наживил перевернул гайку задом наперед то есть не задом наперед просто перевернул и пошла закручиваю последний болт это у меня вид сверху вот это перед вами впускной коллектор болт последний и закручиваю на выпускном вот так вот если внешний вид вот такой вот под каждую гайку под каждую гайку обязательно должна лежать шайба либо вот как здесь это держатель он выполняет роль шайбы держатель верхней части пускного коллектора все можно сказать впускной выпускной коллектор установлены на головку теперь осталось здесь вторую часть его установить вторую половинку впускного сюда пойдет на него установить дроссельную заслонку все поддержку коллектора правую сейчас установим для этого открутим вот здесь вот болт который в блок выращивается одеваем там сверху надо будет наживить вот видите правую стойку которую держит коллекторы установил теперь еще здесь с левой стороны еще одна стойка будет левая стойка тут видите проушины побольше под болты аж на десять куда к черту такая такая крепость не знаю второй кронштейн установлен все теперь будем ставить кронштейн для того чтобы крепить штаны так называемая вот сюда вот сюда будем кронштейн устанавливать и потом крепить сюда с прокладкой выпуск вот этот кронштейн сверху я его ремонтирую здесь видите сварку делал наживил видите здесь специально чтобы попасть под штаны сделаны вот такие проточки сейчас я наживаю побольше чтобы не так сильно болтался перед установкой выхлопной трубы вот этой их штанок я наверное установлю сразу фильтр потому что мне его наверное удобней установить без выхлопной пришло время установки установки впускных на впускной коллектор форсунок топливных форсунки топливные вставляются вот в эти вот четыре отверстия выпускном коллекторе крепится двумя болтами сами болты на 6 миллиметров и под шестигранник внутри болта здесь вот шестигранник сколько сейчас померю шестигранник на 5 миллиметров а вот этот болт у меня был сорванный несорванный вернее обломанный я показывал видео здесь мне пришлось высверливать шпильку нарезать резьбу на 8 ну и нести естественного впускном коллекторе отверстие расширил он там было на 7 миллиметров я сделал на 8 и 2 где-то сверлил ой вот выкручиваю сейчас сюда буду вставлять пускной коллектор вот он сам впускной коллектор вот это отверстие которое рассверлил вот было одно отверстие они были это 7 миллиметров а это на 8 и 2 устанавливаем пускной коллектор резиночки резиночки достаточно мягкие я вам скажу хотя наверно стоило бы поменять ну и не такие немножко в граффити даже видимо чтобы хорошо входили туда вот это вот старая в принципе старая не такая твердая но новые конечно помягче поставлю новые установил я новые резинки попал так вот видите каждая форсунка в свою и теперь надо мне задавить чтобы они туда как бы сказать зашли и причмокнулись так говорю причмокнуть все зашли отверстие на которые сейчас буду прикручивать эти отверстия вот они совпали там пускным коллектором вновь изготовленный болт я уже примерял его заходит шестиграничек сделал опять тоже почему шестигранник сделал просто болт не стал затягивать а потому что головку тяжело на этот болт натянуть из-за того что все-таки болт что надо маленько смазать хоть и их почистил смазанный да получше пошел здесь у меня подголовку шестигранник напоминаю здесь у меня на 8 болт который притягивает один шестигранник на 5 вот если все правильно установлено видите форсунки не зажаты форсунки можно немножко даже покрутить так вот все правильно установлено все начинаем подключать теперь пуск выпуск вот у меня разъемы которые форсунок были сняты мне их нужно сейчас тоже протянуть перепутать их невозможно они идут друг за другом не видите один разъем фиг есть разъем опачки надо было поднизу не посмотрел вообще на автомобиле если бы не было газового оборудования вот эти все разъемы которые сейчас отдельно подключая можно было бы снять вместе с топливной рампой и с форсунками вот отключая вот эту штуку вот широкий разъем но так как каждой форсунки подключена еще и оборудование газовая поэтому пришлось оставить на автомобиля все разъем стал теперь вот этот вот эти вот разъемчики это мы на дроссельную заслонку все должно уйти это за массового расхода воздуха масса сейчас будем устанавливать сначала подключим какие говорю впуск выпуск шланги где у нас шланги вот они вывода вот это впуск а вот это вот опа что-то я неправильно сделал болен затянуть затянул вот видите у меня вот эта труба я ее не могу согнуть потому что уже установила надо было сразу следить многие конечно бы мастера этого не показали а я все таки покажу потому что бывают и такие нюансы то есть обыкновенной монтировочкой открутив вот эти видите как вытаскивается в одной серии покажу как я устанавливалась дергал входом сдернул форсунки сдернул повернул вот как положено этот шланг будь он не уладен не шланг а теперь вот теперь все правильно теперь все правильно теперь еще раз надавил установил заворачиваю болтики всю процедуру я производил из-за того что вот идет металлические трубки которые выходят из топливной рампы один впуск как бы труба и один выпуск завернул и во время того как я демонтаж делал вот мне еще раз отвернуть чем можно было конечно подруг другим способом здесь этот вернуть этот регулятор давление топлива 10 вывернуть но я считаю что здесь вот было бы неправильнее потому что там упаковано все сделано начинать начнешь трогать можно можно что-то сломать поэтому решил сделать еще раз разобрать то что уже было разубрано и ставил на место ну все теперь вот видите у меня красненьким помечено вот он красным помечено это у меня был выпуск теперь мне надо найти шланги с наконечниками которые тоже помечал так вот они они вот они вот видите разобраться конечно можно было но зато вот так вот намного быстрее тут ключ на 17 на 17 сразу надо подтянуть так и точно также 2 все с топливной рампой разобрались теперь теперь устанавливаем вторую часть впускного коллектора который встанет вот сюда это вот надо убрать это убрать вот она вторая часть впускного коллектора и еще не готовил в принципе здесь только протереть вот эту плоскость протереть и все можно ставить и открутить болты вот эти вот болты которые не дадут мне сесть ну . установить сейчас я это сделаю что я хотел сказать при откручивании вот этих болтов надо быть и чем и очень осторожным потому что в руке не удержишь залетит туда и потом будешь вылавливать хорошо если при откручивании гаек ошибся гайка упадет или шайба еще хуже шайба тоненькая не дай бог станет там под клапан хотя не должна ну мало ли вот здесь вот место где устанавливается дроссельная заслонка видите прокладка вся старая изломанная поэтому я старую прокладку убираю это место мало мало зачищаю ну не мало мало а нормально зачищаю зараза пускной коллектор шевелится зачищаем его собственно устанавливаю подпускной коллектор готова сейчас тут что может помешать тут может помешать вот это вот обшивка вот это обшивка ведь она как-то вперед подалась ну придется сжимать ее это уже не ко мне вопросы к кузовщикам здесь вот немножко эти заминка было все видно что встала все теперь надо приворачивать не забываем ставить шайбы всего 7 шайб я покажу почему 7 они 5 а шпилек 5 гаечки на 13 шестигранник но шпилька на которую они наворачиваются на 8 на гайка идет другая не идет гаечки все пять гаек на впускном коллекторе затянул и теперь нужно поставить вот такой вот кронштейн который будет держать эти вот два металлических патрубка пуск и выпуск вот зараза гайка не подходит не хочет подходить взял ее другую и что-то другая не хочет придется пройти метчиком ну вот как метчиком прошел гаечка прекрасно видите как от руки идет вот такие бывают нюансы при сборке двигателя теперь нам нужно так вот закрепить два этих два патрубка прикрутил я вот этот кронштейн казалось бы ну че тут такого прикрути на место и все а нет то есть сначала нужно плотно закрутить вот эти два две гайки чтобы кронштейн стоял ровно чтобы потом попасть потому что если он немножко стоит неровно начинаешь наживлять кронштейн уходит и не дает наживить поэтому должно быть основание жесткая а сверху вот так вот и видите переворачивают эти два патрубка но это видимо сделано чтобы меньше вибрации было чтобы они не отломились какой-то неподходящий момент вот на иномарках все решается подводом гибкого шланга прям конкретно к топливной рампе ну здесь вот видите вот так решили металлом может быть правильно может быть неправильно не знаю но для как для ремонтника немножко неудобно так так все стоит на месте эти вывода здесь теперь мне нужно установить сюда дроссельную заслонку ну и